Лекция подготовлена преподавателем кафедры биологии Карагандинского государственного университета Кельмелине Аселескар. Эпигенетика. Введение. Часть 1. Ядро. С 27 марта по 5 апреля 2018 года на базе кафедры биологии Карагандинского государственного медицинского университета в рамках проекта Central Asian and European Universities проводился мастер-класс на тему эпигенетика на английском языке профессорами университета Пуати и Франция Поль Сиит и Бриджит Ваньер. Поль Сиит профессор биохимии и молекулярной биологии исследователь в области клеточной биологии, молекулярной биологии, генетики и онкологии университет Пуати и Франция Поль Сиит Ваньер профессор биохимии и молекулярной биологии исследователь в области клеточной биологии, молекулярной биологии, генетики и онкологии университет Пуати и Франция На данном слайде представлены участники мастер-класса эпигенетика Вашему вниманию предоставляется дословный перевод первой части мастер-класса, посвященного эпигенетике. Основным понятием маркеров эпигенетики, разнообразие эпигенетических механизмов, эпигенетическая терапия и персонализированная медицина. Видение. Первый проект секвенированного генома человека предсказывал от 25 до 40 тысяч генов. На сегодняшний момент установлено наличие не более 19 тысяч генов, что составляет не более 2% от генома. Сложность человека заключается в том, что эти гены регулируются оставшимися 99% нашей ДНК. Проект ENCODE Encyclopedia of DNA Elements ставил в свою задачу попытаться понять регуляторные инструкции в геноме за пределами кодирующих белков и дать новые способы понимания и лечения болезней. Задачей проекта эпигеномики Roadmap входило отображение элементов в геноме, которые определяют, когда и где экспрессируются гены, включая известные регуляторные элементы. Предсказать, какими могут быть эти элементы в некодирующих регионах. По меньшей мере 70% человеческого генома может транскрептироваться. В 1956 году Конрад Кводдингтон задался вопросом о наследовании приобретенных характеристик. Какие формы пластичности развития уже существуют в популяции? Как популяция может развивать пластичность в ответ на изменения окружающей среды? Эпигенетика – это исследование наследуемых изменений экспрессии генов, которые не связаны с изменениями исходной последовательности ДНК. Механизмы эпигенетики позволяют получать разные фенотипы из одного и того же генотипа. Эти механизмы делают нас уникальными. Процесс развития представлен в виде ряда решений, представленных долинами и развилками в ландшафте развития. Варианты склона благоприятствуют друг к другу, приводя к различным фенотипам того же генотипа. График развития ландшафта Вадингтона Изменение картины генома в ответ на изменения окружающей среды без каких-либо новых мутаций. Просто использование пластичности уже существует в популяции. Ландшафт развития относится к отдельным генам через сети взаимодействия в организме. Первая часть – ядро. Интерфазное ядро. Компактизация интерфазных хромосом неравномерна. Эхроматин богат генами, доступен для транскрипции. В основном он представлен 30-нанометровыми волокнами, сформированными в радиальные петли и в 10% конденсированном состоянии, соответствующей конформации 10 нанометров. Гетерохроматин беден генами, транскрипционно неактивен. Плотно упакованный хроматин, уплотненные радиальные петли. При этом гетерохроматин подразделяется на конститутивный, это постоянная конденсация, всегда неактивен для транскрипции, сохраняется от одного типа клетки к другому. И факультативный, может быть доступен для транскрипции в зависимости от типа клетки, стадии развития и дифференцировки. Организация генома В элокаротических клетках тысячи генов упаковываются в небольшой объем ядра. Каковы принципы, которые регулируют уплотнение и трехмерную организацию генома в ядре в неделищихся клетках? Существует две модели. Первая – это хромосомные территории. ДНК каждой хромосомы занимает определенный объем ядра и перекрывается только с непосредственными соседями. И вторая модель – это спагетти. ДНК волокна извиваются в ядре случайным образом и хромосомы смешиваются. Исследования определенно показали, что хромосомы занимают отдельные территории в ядре. Хромосомные территории расположены в ядре не случайно. Расстояние конкретной хромосомы от центра ядра клетки всегда одинаково. Совместная гибридизация с зондами из нескольких хромосомных территорий показала рекуррентные кластеры хромосомы. Хромосомные территории организованы в узоры, радиальном, в интерфазном ядре. Большие области хромосомной идентичности между различными видами поддерживались на протяжении всей эволюции. Эти области идентичности сохраняют свои позиции у разных видов. Хромосомные территории организованы во взаимодействующей области. Недавно была изучена трехмерная организация генома в супрануклеосомном масштабе, между муклеосомным и ядерным масштабом. Территории хромосомы организованы в топологически ассоциированные домены, или так называемые табы, классифицирующиеся в соответствии с их эпигенетическим ландшафтом. Тады являются базовой единицей хромосомного фолдинга. Среди хромосом можно выделить транскрипционно-активные области А-компартменты и неактивные области В-компартменты. Помимо этих компартментов, тады и хроматиновые петли являются двумя необходимыми детерминатами организации эукариотического генома. Тады присутствуют во всем геноме, стабильны для многих делений клеток, сохраняются между видами, инвариантны, независимо от типа клеток. Два региона, ассоциированные в одном тад, чаще встречаются друг с другом, чем с регионами вне тад. Гомологичные контакты на большие расстояния АА или ББ более предпочтительны, чем гетерологичные контакты АБ. Эта дихотомия кажется очень актуальной как структурно, так и функционально. Тады показывают высокий уровень взаимодействия в домене и мало или вообще нет взаимодействия с соседними регионами. Они разделены. Тепловая карта представляет собой нормированные частоты взаимодействия. Центральные области тад демонстрируют высокие уровни взаимодействия хроматина и совпадают с наличием тканей специфических генов и их ассоциированных энхансеров. Области между тад обогащены начальными сайтами транскрипции домашних генов. Специальные структуры предотвращают взаимодействия между тад. Высокопроизводительное обнаружение хромосомных взаимодействий представлено на данном слайде. Внутрихромосомные взаимодействия Внутрихромосомные и межхромосомные взаимодействия дальнего действия Внутрихромосомная вероятность контакта уменьшается с расстоянием. Вероятность межхромосомного контакта зависит от хромосом. Интерхромосомные контакты выше для небольших хромосом за исключением 18-й хромосомы бедных генами. Учитывая, что границы тад очень стабильны, независимо от типа клетки, динамическая регуляция данных контактов, как ожидается, будет происходить внутри тад, что приведет к субтад организации. Транскрипционно активные гены могут быть внедрены в среду, содержащую обширные области конденсированного хроматина, способного над ненадлежащим образом замалчивать их экспрессию. В других случаях сигналы от посторонних энхансеров могут вызывать неправильную картину экспрессии молчащих генов, расположенных поблизости. Локальные домены должны быть изолированы друг от друга. Каким образом? Изоляты хроматина отмечают границы хроматиновых доменов. Хроматиновые изоляторы специфически распознаются белковыми комплексами. Специальные структуры сотрудничают для организации этих взаимодействий хроматина. Функции ТАТ в регуляции генома, представленные на данном слайде. Пример 1. Регулирование генов глобина при эритроидной дифференцировке. Глобиновые гены расположены на хромосоме в порядке их экспрессии во время развития. Большой регуляторный элемент, область управления локусом и дополнительные регуляторные элементы, которые фланкируют весь локус и функционируют как блокирующие элементы. Локус внедрён в сильно уплотнённую хроматиновую структуру молчащих генов обонятельного рецептора. На данном слайде представлены гены развития, ассоциированные в ТАТ, представлены фиолетовым цветом, и нетранскрибируемый хроматин формируется в ЛАТ, ламино-ассоциированный домен, представленный зелёным цветом, обозначенный буквой В. Несколько неслучайных конформационных особенностей генома. Во-первых, это хромосомные территории, крупномасштабные активные и репрессированные компартменты отсеки А и В, топологически ассоциированные домены ТАДы, связанные с ламинами и ядрышками домены, ВЛАДы, и индивидуальные циклические взаимодействия между конкретными локсами. Таким образом, модульная и динамическая организация основана на изоляции домена. Вашему вниманию была представлена первая часть новостейка класса. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok